В предварительном судебном заседании слушается гражданское дело по иску Абнагимова Бусарова, губернатору Свердловской области Ковышеву, средству массовой информации о защите чести и достоинствах. Наше уточненное исковое заявление основывается, в принципе, на тех же доводах, которые были нами изложены в первичном исковом заявлении о защите чести и достоинствах истцов. Единственное, что мы добавили, что мы считаем, что слова ответчика, в частности губернатора, почему слова относятся именно к истцам, потому что именно они являются организаторами митинга, они выступали на данном митинге и, соответственно, считаем, что губернатор оскорбил именно их. А губернатор, кто в курсе был, что они являются инициаторами? Да, потому что было, мы считаем, что да, потому что было подано именно от истов уведомление о проведении митинга в орган местного самоуправления. Так, какие конкретно фразы, выражения вы считаете несоответствующими действительности, поручающими чести и достоинствах? Если люди с ума сходят, они ходят на митинги. Вот это правда. В вопросительной части мы просим признать всю статью конкретно. Высказать ответчиков компенсацию морального вреда. В чем тогда заключаются моральные страдания истов? Я в уточненном исковом заявлении сказано, что моральные страдания истов выразились в том, что многие жители города Артемовский стали, образно говоря, тыкать пальцем в истов и говорить, что их губернатор назвал сумасшедшими после именно данной публикации в этой газете. Пожалуйста, представитель губернатора, слушая ваше предложение. Хотелось бы на два момента обрадить внимание. Предложенные исцами текста проведения нарушают право и законные интересы ответчика губернатора Судовского области, призывая его по существу заявлять о обстоятельствах, исходящих от других мест. Второе. Обращаю внимание, что в уточненном исковом заявлении по-прежнему не приводится доказательство, указывающее, что изложенное распаривалось эти извинения касается непосредственно уважаемых заявителей. Следовательно, довод уточненного искового заявления о том, что исцами оспариваемый фрагмент сообщения был отнесен на свой счет, так как именно они являлись организаторами митинга, является личным выводным заявителем, сформировавшимся в результате прочтения статьи, содержащей оспариваемых сведений. Мы вместе с тем допускаем, что понимание исцами оспариваемых сведений, именно как порочащих, является отражением их личного восприятия этих сведений, что очевидно само по себе не может свидетельствовать о наличии правооснований для удовлетворения искового требования. Судебное заседание закрыто, спасибо, до свидания. Продолжение следует...